МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие меры против друг друга выдвигают Европейский Союз и Китай? О чем говорили на саммите Ассоциации государства Юго-Восточной Азии в Лаосе? На каком этапе переговоры по единой валюте БРИКС? Об этих темах и не только говорить будем в сегодняшнем выпуске Эхо Востока. С вами Нигиа Рахманова. Итак, тема. Зангизурский коридор является альтернативой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс или маршрутом, который увеличит его пропускную способность через Азербайджан. Это, в свою очередь, позволит увеличить объемы грузоперевозок по среднему коридору. Об этом в эфире медиа-платформы GDH заявил министр транспорта и инфраструктуру Турции Абдулкадир Уралоглу. По его словам, в следующем году начнутся работы на турецком отрезке транспортного маршрута. Мы находимся в ситуации, когда Зангизурский коридор является альтернативой линии Баку-Тбилиси-Карс или маршрутом, который увеличит его пропускную способность через Азербайджан, через Армению или Иран-Нахчеван, а оттуда в Игдыр и Карс. Важные участки на азербайджанской стороне уже завершены. Начнут работы в Нахчеване. Мы объявили тендер на 224-километровый участок с турецкой стороны. В следующем году начнутся работы. Путь пройдет через Иран или Армению. Этими вопросами занимается Азербайджан. С иранской стороны по некоторым вопросам достигнуты договоренности. Последние дни есть какие-то сдвиги и с армянской стороны. В ближайший период это выяснится. Мы будем связаны с Азербайджаном кратчайшим путем. Ратификация парламентом Азербайджана соглашения о преференциальной торговле, транзитной торговле и воздушном сообщении с Пакистаном знаменует собой начало новой эры в двусторонних экономических отношениях. Это открывает огромные перспективы для взаимного экономического роста и укрепления стратегического партнерства. Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о преференциальной торговле, о транзитной торговле и о воздушном сообщении с Пакистаном. Это создаёт новые возможности для углубления экономического сотрудничества между двумя странами. Подписание соглашения о преференциальной торговле служит важным стимулом для увеличения товарооборота и дальнейшего расширения эффективных экономических связей. Документ позволит снизить тарифы на определённые товары, что поспособствует росту азербайджанского экспорта. В настоящее время Пакистан поставляет в Азербайджан товары на 32 миллиона долларов, а Азербайджан отправляет экспорт почти на 9 миллионов долларов. Разница очевидна, так что налицо значительный потенциал для увеличения торгового баланса в обе стороны. Есть несколько аспектов, которые я считаю значимыми, важными. Первый – это Пакистан один из крупных и растущих рынков для Азербайджана. Более того, этот рынок для нас особенен тем, что все годы независимости Азербайджана Пакистан сохранял устойчивые и постоянно развивающиеся отношения с Азербайджаном. Это двухсторонний процесс, естественно, то же самое было всегда и с нашей стороны. И в современном, так скажем, нестабильном мире, если есть механизм строительства таких надежных партнерских отношений, то он должен по определению отражаться и в экономических реалиях. Торгово-экономическое сотрудничество двух стран уже охватывает такие сферы, как промышленность, энергетика, логистика и транспортные коридоры. В прошлом году товарооборот между Баку и Сламабадом достиг 27 миллионов долларов. Ожидается, что первоначальные инвестиции во взаимовыгодные проекты составят около 2 миллиардов долларов. Пакистанская сторона проявляет особый интерес к привлечению азербайджанских инвестиций. В то же время более 3600 пакистанских компаний зарегистрированы в Азербайджане. Более того, предприятия из дружественной страны уже заявили об интересе к участию в восстановительных работах и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана. Для Азербайджана доступ к рынку такого размера, он очень интересен. Важными факторами при этом я считаю фактор строительства эффективной логистики. Когда ты имеешь возможность договориться с соседом, а Пакистан в региональном смысле для нас сосед, это добавляет стабильности твоей экономики. И вот именно с этой точки зрения я считаю наши взаимоотношения политические с Пакистаном, которые сегодня переходят в режим преференциальной торговли, очень важными. Важным направлением считается и участие в проектах среднего коридора, маршрутов север-юг и восток-запад. В 2023 году транзитные грузоперевозки между Азербайджаном и Пакистаном выросли на 53%, составив 33 тысячи тонн. В рамках нового соглашения также будет развиваться авиасообщение. Совместные усилия компании Азал и PIA позволят значительно нарастить региональные контакты. А открытие офисов авиакомпаний в обеих странах усилит их присутствие на рынке Южной Азии и Ближнего Востока. Логистика сегодня между Пакистаном и Азербайджаном во многом построена на грузовиках, на перевозках, на автомобилях. В то же время есть потенциальный, но не такой развитой морской путь через Черное море. Но он достаточно проблемный, тем более в текущей конъюнктуре. Есть воздушный путь, который существует, но у него есть естественное ограничение, потому что самолету многие вещи не провезешь. И вот строительство надежных логистических путей, при этом стараясь, чтобы этих путей было несколько, и они не зависели от региональной политической конъюнктуры, я считаю в отношении к Пакистанам очень важным. И нужно это делать совместными усилиями. Таким образом, благодаря снижению торговых барьеров, активному инвестиционному сотрудничеству и развитию инфраструктуры, Баку и Исламабад имеют все шансы значительно увеличить объемы товарооборота. А параллельно и укрепить свои позиции на глобальном рынке. Партнерство сулит взаимную выгоду и способствует построению более стабильного и процветающего будущего для обоих народов. Решение Еврокомиссии о введении протекционистских пошлин на импорт электромобилей из Китая вызвало беспокойность экспертов. Ранее в Брюсселе проголосовали за значительное увеличение тарифов. По отдельным группам товаров они могут достигать 45%. Заявление Еврокомиссии об одобрении введения импортных таможенных пошлин на гитайские электромобили вызвало критику со стороны европейских стран и экспертов автомобильной промышленности. Аналитики опасаются, что такой подход ударит по будущей глобализации, поскольку Евросоюз работает с национальными экономиками, а не с мировыми. Эксперты считают, что решение Брюсселя, принятое по просьбе Соединенных Штатов, игнорирует мнение европейских компаний. «Когда европейцы вводят пошлины, что говорят китайцы? Подождите секунду, мы дали вашим автомобильным компаниям целое состояние, доступ на китайский рынок. Мы не вводили пошлины на это. Вы вводили пошлины на нас. Мы вводили пошлины на вас. И все автомобильные компании в Европе сказали – не вводите пошлины». Но эти довольно глупые люди в бюрократии ЕС, следуя американским советам, хотят попытаться усложнить жизнь Китаю. Глобализация находится под угрозой. Протекционизм происходит везде. Но где он происходит? В Европе и Северной Америке. Почему? Потому что у них нет глобальной экономики. У них есть национальные экономики. Их компании производят вещи в своих странах. И они хотят продолжать производить их у себя, потому что они хотят нанимать своих людей. Голосование Еврокомиссии не окончательное, сообщает Reuters. Общеевропейский исполнительный орган еще может представить новое предложение по поводу пошлин. Специалисты предупреждают, что этот шаг может удавить по конкурентоспособности ЕС. Чтобы избежать потенциальной торговой войны, европейские эксперты достаивают на необходимости диалога и сотрудничества между Пекином и Брюсселем. Надеюсь, что это не будет торговой войной. Я надеюсь, что мы сохраним открытую торговлю между Китаем и Европой. В то же время мы должны признать, что есть проблемы и серьезные опасения у европейской стороны. Что касается субсидирования промышленности в Китае, то не думаю, что европейцы примут такие же меры, о которых объявили Соединенные Штаты. Мы должны быть осторожны и признать, что глобальная политическая атмосфера не облегчает ситуацию. Я 10 лет возглавлял Европейский Союз. У меня было 10 саммитов с Китаем. И мы всегда пытались решать проблему конструктивно. Случались разногласия. Но в целом это были сотруднические отношения. Сегодня, боюсь, это не тот тип взаимодействия. Именно поэтому важно способствовать диалогу. Исполнительный орган Евросоюза из 27 стран одобрил введение пошлин до 45% на китайские электромобили. В ходе голосования 10 членов Евросоюза поддержали пошлины. 5 проголосовали против. 12 государств воздержались. Тем не менее, в Брюсселе заявили, что получили необходимую поддержку от членов Еврозоны. Еврокомиссия также подчеркнула продолжающуюся работу между Европой и Китаем по поиску альтернативного решения. По моему опыту, китайские электромобили достигли очень высокого, даже высочайшего уровня комфорта и качества, а также впечатления от вождения. Как человек, я хотел бы привезти электромобиль из Китая, США, Европы, со всего мира, потому что это создает конкуренцию. Полагаю, Европейский Союз должен видеть то же самое, когда они торгуют в США. Они должны торговать с Китаем также, потому что в конечном итоге это выгодно для мира, для климата, для нас, для людей. Речь идет не об одной стране и одной нации. Министерство торговли Китая решительно призвало Евросоюз осознать вред введения дополнительных тарифов, поскольку это не решит никаких проблем, а только пошатнен доверие и решимость китайских предприятий и помешает им инвестировать в Европу, говорится в заявлении ведомства. В свою очередь, Министерство коммерции Китая объявило о введении временных антидемпинговых мер в отношении бренди, импортируемого из стран Европейского Союза. Пекин начал принимать контурмеры и расследования в отношении товаров, импортируемых из ЕС, а в Европе назвали этот шаг противоречащим международным правилам торговли. В результате антидемпингового расследования власти Китая пришли к выводу, что европейский алкоголь продавался в стране по заниженным ценам, а это грозит существенным ущербом китайским производителям бренди. Между тем, во французском Министерстве торговли заявили, что новые послины, по всей видимости, являются ответными мерами на решение Еврокомиссии в отношении импорта китайских электромобилей, и такие действия противоречат международным торговым правилам. Однако и в Европе мнения расходятся. Похоже, что технологии аккумуляторов, технологии электромобилей в Китае немного опережают Европу, немного опережают остальной мир. Тем, кто хочет использовать самые развитые, самые экологически чистые и дешевые технологии с наименьшим воздействием на окружающую среду, вероятно, необходимо фактически включить китайскую продукцию. Необходимо сотрудничать с Китаем по технологическим вопросам, потому что мы должны признать, что они опережают мир. Поэтому мы не можем их обойти. Антисубсидиарное расследование Евросоюза в отношении китайских электромобилей не может остановить их глобальный успех, считает представитель торговой палаты. Тарифы на импорт принесут пользу нескольким европейским производителям в краткосрочной перспективе. Но при этом многие из них могут столкнуться с долгосрочными проблемами. Не говоря уже о том, что китайские производители как автомобилей, так и аккумуляторов в эти годы расширяются. Они наращивают свой бизнес. Они выходят на новые рынки не только в Европе, но и в Юго-Восточной Азии и в некоторых других местах. Европа их не остановит. С такими тарифами это может быть выгодно нескольким европейским производителям. Но в целом, вероятно, европейские производители оригинального оборудования пострадают от этих мер. По данным Министерства торговли Китая, при ввозе товара в страну, европейские поставщики должны будут вносить залоговый депозит в размере от 30,6% до 39% от стоимости продукции. Китай намерен принять все необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских отраслей промышленности и предприятий. А в то же время владельцы шанхайских баров нашли выход из ситуации. Они просто переписывают рецепты своих коктейлей. Дело на самом деле не в бренде или коньяке. Речь идет об электромобилях. Европейцы явно задеты сложившейся ситуацией. И им следует подумать о других средствах, а не о тарифах. Например, китайцы, как вы знаете, когда они впервые открылись, пригласили иностранцев, западные компании прийти, чтобы создать совместные предприятия, к примеру. Был способ узнать секреты, чтобы продвинуться вперед, а не отбрасывать всех остальных назад. Между тем, по информации Reuters, Пекин предложил установить минимальную цену в 30 тысяч евро для продажи в Европе импортных электромобилей китайского производства. На что Брюссель ответил отказом и объявил, что готов пересмотреть другие ценовые обязательства по мере продолжения переговоров. 4 октября страны Европейского Союза проголосовали за введение постоянных импортных пошлин на китайские электромобили и установили их в верхний предел на уровне 35%. Китай и ОСИАН успешно завершили ключевой этап переговоров по модернизации зоны свободной торговли ОСИАН-Китай до версии 3.0. Стороны уже долгое время тесно сотрудничают в рамках зоны свободной торговли, но модернизация этой зоны должна вывести сотрудничество на новый уровень. Как ожидается, соглашение обещает стать важным фактором в дальнейшем развитии экономики как Китая, так и стран ОСИАН, способствуя созданию более интегрированных и конкурентоспособных экономической среды. Китай и Ассоциация государства Юго-Восточной Азии успешно завершили важный этап переговоров по очередной третьей модернизации зоны свободной торговли ОСИАН-Китай. Об этом сообщили премьер Госсовета КНР Литян и премьер-министр Лаоса Сан-Эксай Сипхандон. Окончательное подписание соглашения ожидается в 2025 году. Документ направлен на углубление экономических связей и усиление интеграции рынков между двумя сторонами. Премьер Лаоса подчеркнул, что это соглашение станет важным шагом к укреплению экономического сотрудничества стран ОСИАН с Китаем. Китай повысил статус нашего партнерства с ОСИАН до всеобъемлющего стратегического уровня в 2021 году. Важно отметить, что Пекин последовательно поддерживает центральную роль ОСИАН и участвует во всех механизмах, инициированных организацией с 2008 года. Китай является крупнейшим торговым партнером ОСИАН на протяжении 15 лет, а с 2020 года, вот уже три года подряд, ОСИАН является крупнейшим торговым партнером Китая. Кроме того, КНР занимает третье место среди крупнейших источников прямых иностранных инвестиций в ОСИАН. Литян в свою очередь отметил, что объединение рынков, охватывающих более 2 миллиардов человек, откроет новые возможности для роста. Укрепление рыночных связей приведет к расширению экономического масштаба, развитию промышленной агломерации и созданию новых возможностей для бизнеса и инвестиций в регионе. Глобальная экономика по-прежнему вяло восстанавливается, а растущий протекционизм, геополитические потрясения и другие факторы вносят нестабильность и неопределенность в наше развитие. Эта растущая нестабильность и неопределенность с такими проблемами, как недостаточный мировой спрос, становятся все более выраженными. В этом контексте рынок становится наиболее важным ресурсом, необходимым для экономического развития. Китай и ОСИАН – два крупнейших рынка с населением более 1 миллиарда 400 миллионов, и 600 миллионов человек соответственно, а вместе они составляют четверть населения мира. Модернизация зоны свободной торговли является стратегической целью для обеих сторон и направлена на упрощение торговых процедур, увеличение доступа к рынкам и продвижение инноваций. Ожидается, что соглашение будет включать такие новые элементы, как продвижение цифровой экономики, устойчивое развитие и углубление сотрудничества в области услуг. Для Китая и стран ОСИАН открываются дополнительные перспективы привлечения инвестиций, ускорения технологических трансформаций и создания новых рабочих мест. В условиях глобальной экономической нестабильности обновленная зона свободной торговли станет ключевым механизмом для усиления экономической устойчивости региона. Наш крупномасштабный рынок – это самая большая поддержка для содействия экономическому процветанию, укрепление взаимосвязи рынков – важнейшее направление дальнейшего сотрудничества. Чем ближе и интегрирование станут рынки Китая и ОСИАН, тем более значительный побочный эффект они могут произвести в экономическом масштабе на промышленную агломерацию и развитием. Сегодня я рад объявить о завершении переговоров по модернизации зоны свободной торговли ОСИАН Китай до уровня 3.0 вместе с лидерами стран ОСИАН. Это достижение предоставляет нам институциональные гарантии для совместного построения масштабного рынка. Это важная инициатива для ведущей экономической интеграции в Восточной Азии. Она также демонстрирует нашу четкую приверженность поддержке многостороннего подхода и свободной торговли. ОСИАН и Китай уже давно рассматривают свои отношения как стратегически важные, а текущие усилия по модернизации зоны свободной торговли подчеркивают стремление обеих сторон в поддержании долгосрочных партнерских отношений и устойчивому развитию региона. Страны Тихоокеанского региона приняли участие в очередном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Лаосе. Для участия в заключительном этапе конференции прибыли представители США, ЕС, России, Китая и других стран. Участники саммита АСИАН выразили желание разрешить политические и военные кризисы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, начавшийся 6 октября, завершает свою работу 11 октября. На итоговое политическое мероприятие в Лаосе прибыло политическое руководство зарубежных стран. На переговорах участники условились работать над превращением АСИАН в эпицентр прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что настроен в качестве председателя внести весомый вклад в притворение в жизнь целей объединения. «Восточно-Азиатский саммит неотделим от региональной архитектуры, ориентированной на АСИАН, и проводится в условиях сложных глобальных политических и экономических ландшафтов. Мы должны укрепить партнёрство, чтобы способствовать взаимопониманию, доверию как ключевым элементам наших общих целей мира и устойчивого развития. Сегодняшняя встреча предоставляет нам ценную возможность проанализировать достигнутый прогресс и обсудить пути дальнейшего сотрудничества». Нынешнее мероприятие заметно отличается от предыдущих встреч на высшем уровне не столько по содержанию, сколько по составу участников. Так, несколько месяцев назад в Сингапуре, во Вьетнаме и Таиланде к власти пришли новые лидеры. В этом месяце передача президентских полномочий другому кандидату ожидается в Индонезии, в связи с чем действующий президент Джокови Додо решил не приезжать в Лаос и отправил вместо себя премьера. В результате встреча во Вьентяне для многих стала первой возможностью познакомиться с новыми действующими лицами в большой политике. Впрочем, это не помешало участникам прийти к единому мнению касательно роли АСИАН в регионе. «США последовательно подтверждают свою поддержку центральной роли АСИАН, о чем свидетельствует их активное участие в механизме, инициированном АСИАН. Вся объемлющее стратегическое партнерство отражает как успех наших прошлых отношений, так и многообещающую траекторию будущего сотрудничества. Это партнерство внесет дальнейший вклад в процесс создания сообщества АСИАН, а также в поддержание мира и стабильности». В работе саммита АСИАН в Лаосе принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен. Американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты остаются крупнейшим иностранным инвестором в Азии и стремятся укреплять свое партнерство с АСИАН. На полях саммита во Вьентяне Блинкен напомнил, что Вашингтон обеспокоен все более разрушительной незаконной деятельностью Пекина в Южно-Китайском море. «Углубляющийся кризис в Мьянме, дестабилизирующая поведение КНДР и война России в Украине вредят принципам и основам Устава ООН и договора АСИАН о дружбе и сотрудничестве. Из-за действий Китая в Южно-Китайском море пострадали люди и корабли стран АСИАН. Действия Пекина противоречат обязательствам по мирному разрешению споров. США будут и впредь поддерживать свободу судоходства и полётов в Индо-Тихоокеанском регионе. Важно сохранять общую приверженность защите стабильности в Тайваньском проливе. США и АСИАН по-прежнему будут играть важную роль, независимо от глобальных проблем и конфликтов». В свою очередь глава МИДа России Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Лаоса с Алимсаем Комаситом и заявил, что саммит АСИАН под председательством Вьентяна пройдёт успешно. Лавров предупредил, что Запад хочет направить своё партнёрство с АСИАН против России и Китая. По его словам, итоговую декларацию восточно-азиатского саммита не удалось принять из-за попыток США придать ей политизированный характер. Глава МИД России добавил, что страны АСИАН также были приглашены для участия в будущем саммите БРИКС в Казани. А тем временем в России готовят депозитарную систему для БРИКС. Она должна стать альтернативой западным аналогам и способствовать учёту ценных бумаг в рамках стран БРИКС. По словам министра финансов Антона Силуанова, в планах нет создания единой валюты для стран объединения. Однако активно обсуждается разработка новой финансово-расчётной системы. Министерство финансов России занимается разработкой депозитарной системы БРИКС КЛЕР. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью RT-Арабик. По его словам, эта система будет построена на технологии распределённого реестра, аналогичной той, что используется в западных странах. Планируется создать систему учёта ценных бумаг в рамках сообщества БРИКС на замену западным аналогам, доступ к которым для России и некоторых других стран ограничен. Кроме того, Силуанов заявил, что создание единой валюты БРИКС не рассматривается. Но в стороны обсуждают создание альтернативной финансово-расчётной платёжной системы. Конечно, мы не рассматриваем сейчас создание какой-либо единой валюты. Мы говорим о создании альтернативной финансово-расчётной платёжной системы, Где бы использовались национальные валюты, где бы использовались цифровые финансовые активы и цифровые валюты стран нашего объединения. Кстати, многие центральные банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты. Но вопрос стыковки их, вопрос расчетов – это как раз наша задача. Силуанов отметил, что такая платформа даст пользователям возможность осуществлять платежи быстрее и с меньшими затратами. Он также подчеркнул, что доллар сохранит свою популярность как расчетная единица в ближайшие годы. Однако страны БРИКС уже активно увеличивают использование национальных валют и рассматривают цифровые финансы как перспективное направление. Мы видим, что доля доллара в расчетах внутри стран БРИКС снижается и увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Наше предложение о том, чтобы использовать новые технологии, цифровые финансовые активы, я думаю, что это будет перспективно. Как быстро это будет реализовано – это вопрос уже наших договоренностей, наших действий. Министерство финансов России отмечает рост доли стран БРИКС в мировой экономике. При этом их совокупное ВВП уже превышает показатели большой семерки. По словам Антона Силуанова, учитывая такую динамику, можно с уверенностью сказать, что в будущем страны БРИКС продолжат увеличивать свою долю в мировой экономике. Вне зависимости от того, присоединятся ли к платформе новые члены или нет. КНДР с большой вероятностью направит свои войска в Украину для поддержки российских вооруженных сил, если они еще этого не сделали. Об этом заявил глава оборонного ведомства Южной Кореи. Украинские СМИ ранее сообщали, что шесть северокорейских офицеров были убиты в результате украинского ракетного удара по контролируемой Россией территории. Глава оборонного ведомства Южной Кореи Ким Йон Хён предположил, что существует большая вероятность того, что Северная Корея направит свои войска в Украину для поддержки российских вооруженных сил. Северная Корея поставляет России снаряды и ракеты, что подчеркивает углубление военного сотрудничества двух стран. Минобороны Южной Кореи подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном больше напоминают военный союз. Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развития событий высока. На прошлой неделе украинские СМИ сообщили, что шесть северокорейских офицеров были убиты в результате украинского ракетного удара по контролируемой России территории на востоке Украины. Ким Йон Хён сказал, что в сложившихся обстоятельствах это сообщение, по всей вероятности, соответствует действительности. Тем временем, Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что Генеральный штаб Корейской народной армии перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратит южную границу КНДР в крепость. Сделать эти шаги Пхеньян заставляет в том числе многочисленные военные учения США и Южной Кореи и появление американских стратегических средств на юге полуострова. В сообщении подчеркнули, что решение навечно перекрыть и заблокировать южную границу, прилегающую к Республике Корея, является мерой самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности КНДР. Завершение. На угольной шахте в Пакистане десятки человек погибли при нападении боевиков. По меньшей мере 20 шахтеров убиты, еще 7 получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных в провинции Беладжистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщает Associated Press. Согласно информации, вооруженные люди ворвались в жилые помещения на угольной шахте в районе Дуки, окружили мужчин и открыли по ним огонь. Трое погибших и четверо раненых были афганцами. Агентство напоминает, что нападение произошло в преддверии крупного саммита по вопросам безопасности, которое должно пройти в Исламабаде. Последняя новость сегодняшнего выпуска о присуждении японской организации Нихон Хидан Кьё Нобелевской премии мира 2024. Организация примечательна тем, что объединяет выживших после атомных бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Нобелевский комитет сообщает, что организация стала лауреатом за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за свидетельство того, что ядерное оружие не должно быть использовано снова. Комитет отметил, что за последние почти 80 лет ядерное оружие не применялось в ходе боевых действий. Деятельность Нихон Хидан Кьё и других представителей Хибакуся, так в Японии называют людей, подвергшихся воздействию атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, внесли значительный вклад в установление запрета на применение ядерного оружия. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами и следите за следующими выпусками «Эхо Востока». Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok